Знаете, что меня еще коробит? Что взяли, ну, в качестве козлов отключения взяли ЛГБТ-сообщество, ну, типа, знаете, что вот нетрадиционные меньшинства во всем виноваты, понимаете? А у нас, в принципе, Россия не гомофобная страна, вообще ни разу. Но вот придумали, навязали этот стереотип, обидное слово, это вместо гомосексуала говорят обидное это слово, вот это вот, пидорас, понимаете? Хотя мы все знаем, что пидорас, а то тут деньги не отдал. Ну, просто стыдно, но, ну, конечно, у нас главный пидорас-таборец это Милонов, это, он тут такое сказал, вы знаете, он сказал, что он хочет инициировать создание специальной службы для ловли ЛГБТ-пропагандистов. То есть, такие секретные подразделения для ловли ЛГБТ-пропагандистов. Но это готовый сюжет для блокбастера, я вам хочу сказать, чебурашка нервно отдыхает в углу. Представляете, это? Охотники за пидорасами, вы понимаете? Я уже представляю, вот, первые кадры этого фильма, сидят два гея смазливых, пьют смузи в кафе, вот, что-то воркуют. В это время появляется издалека машина, такая в виде фалоса, вот, и начинает звучать вот эта знаменитая песня. И эта машина с визгом тормозов подъезжает к этим испуганным геям, выскакивает оттуда Милонов в комбинезоне. Это он, здесь у него, в красном круде, жопа перечеркнутая, здесь у него портрет Алтона Джона, здесь радуга. И он такой, комоплазма зашкаливает! Выпускаем живца! И выходит из машины хороший гей, то есть эти два плохие, а он выпускает хорошего гея, приманку. Ну, такой порядочный гей, член Единой России. И вот, какой, всем членам член, по кличке Лизун. И вот, этот Лизун начинает заманивать, нализывать этих. В общем, мне кажется, Аватар отдыхает. В общем, в честь героев наших прославленных. Ой, ушми на льд, отто Юльчмидт на льдине, между прочим. А? Как? Я считаю, надо возобновлять эту традицию. Вот, допустим, Медведев грозить надо. Медве-грознат. Даже кавказцам подойдет такой звучный. Медве-грознат. Или Доздропут. Жи-жи-жи. Женщина, жи-жи-жи. Жириновский живее живых. Или там, подвиг Путина бессмертен. Попубес. Понимаете? Доздропут, попубес, вечер. Вот такие начнут люди появляться. Добрый день вам, друзья. Не добрый день вам, недорогие. Самый распространенный коммент под этими пассажами. Максима Галкина, это типа, хватит пиарить этого пидора. Забвение это все, что он заслужил. Про забвение мы поговорим. Теперь вот про пидора. Вы знаете, я работаю на телевидении. Телевизионные каналы, они как сообщающиеся сосуды. Здесь люди все время переходят из одной организации в другую. Более-менее, плюс-минус, все про всех все знают. Мне доводилось работать с людьми, которые, в свою очередь, работали с Галкиным в режиме 24 на 7. Его никогда не видели ни с каким юношей. Ни разу. С девицами его, правда, тоже не видели. Но, знаете, вот геи бывают разных типов. Бывают такие, как икона телеканала «Дождь» и Павел Лобков. Они агрессивные. Они просто хватают и не только за руки. Вот делают предложения. А бывают те, которые просто вот как бы они шифруются, ну и манируют, и про них все ясно. Ну такой вот типа Сергея Лазарева. Так вот, Галкин не производит впечатление. Нет. Я помню их с Пугачевой по Кинотавру. Он произвел на меня впечатление, есть такой термин, асексуал. Человек, который вообще не интересуется этой стороной жизни. Вот не по этому вопросу, как говорят. И еще, кстати, я тогда отметил, что они явно друг друга, не знаю, любят, уважают. Но очень хорошо друг к другу относятся. Вот это хороший альянс, крепкий. И я, кстати, считаю, что Пугачева очень достойно поступила, когда попросила дать ей звание иностранного агента, такое же, как у Галкина, поддержала мужа. Это зачет, я считаю. Теперь про забвение. Ни в коем случае мы должны помнить вот это все и наблюдать, потому что врага надо знать. Галкин враг. Вот эти оправдания, что он глупец и манипулирует опытный интригант Капугачева, а сам просто такой мудила, который все это повторяет, ну, это не катит. Не катит. Он враг. Он тяжелая артиллерия в информационной войне. И даже дело не в том, что он там донатит украинцев, они там все вынуждены деньги отправлять на ВСУ или скакать. Кричать «Слава Украине», как Чопан Хаматова. Песня совсем не о том. Он упражина, потому что наносит серьезный очень урон. И он вернется когда-нибудь. Рано или поздно он вернется, потому что есть высокие очень покровители, и его ждут, и с ним общаются. И не надо заблуждаться в отношении настроя в элитах, я имею в виду. Он вернется, и у него опять будут эфиры, опять будут корпоративы, опять будут все эти, условно говоря, ништяки. И если мы не будем помнить вот про это, про все его вот эти высказывания. По мне он утратил главное, что у него было легкость и ирония. Он как какой-то просто сейчас злобный, нелепый корлик. Ну, мне так кажется, я могу заблуждаться. Но я знаю, что его числят как человека полезного и нужного. Знаете, если мы вспомним про Сека Путинского, господина Пескова, есть большие патриоты, это те, которые там сперва рванули, уехали, потом вернулись. Есть, видимо, малые патриоты, которые уехали, не вернулись. Ну, а те, кто пошел добровольцем, это не патриоты вообще. Ну, это я так, это неуместное с Тибаловым. Вот, а про Галкина я вам не дам забыть, невзирая на вот эти вот гневные комменты и там намеки, что там я на зарплате укладу Пугачеву. Присылайте деньги, донатьте. Представим, давайте, что, не дай бог, все, все умерли. Ну, и Путин, как обещал, нас ведет в рай. Вот, где-то отсюда. Ну, только нас. Вас Байден ведет. Он может и дорогу перепутать. Вот, и... Вот отсюда он идет. Ну, он так уверенно идет. Типа, гордый, что... Он, как обещал, подводит к воротам рая. А там никто не встречает вообще. Ворота так распахнутые. Все что-то как-то заброшено. Никого вообще нет. И только, знаете, такая... Ну, он так стоит, как-то что-то мнется. Ну, вот как он Эрдогана ждал. И тут мы все видим на воротах, бумажка прикреплена, и на ней написано. Никого нет, все сбежали в ад, апостол Петр. И вдруг откуда-то из глубины рая такой голос... Я их всех выгнал, подонков, однозначно! Вот, такая история. В связи со всем сказанным, следующая композиция Светланы Лободы посвящается Владимиру Путину. Я, наконец, нашла себе мессию. Ты тот, кто может возродить мессию. Весь мир страшит моя боеголовка. Ты управляешь ею, ловко. Хочу, чтобы в мире кто-то знал, Размеры твоего потенциала. И Байдену, конечно, ты ответишь, И с шайку в тайгу уедешь. Твои глаза... И честный ехать в небо, назад нельзя. Такая сила красной кнопки в твоих руках. Проголосую же, конечно, я за тебя. И попал я непременно прямо в рай.